Более 6 месяцев прошло со смерти Беловласова Сенсея. Истребление и прожарка его фанатиков достигли своего апогея и даже были выданы устные респекты Сатору на стримах, роликах и более того был выпущен мерч с тиражом по всему миру. В том числе и в знаменательной для персонажа Сибуэ, который уже собирает второй миллион по продажам. И вот вроде бы всё. Хэппи энд, респект отдан, достойное прощание с Годжо сделано. Даже от меня, человека, который с самого начала битвы топил за Сукуну, как и 20% избранных чумбиков против массы сумасшедших фанатов Голубоглазова. Но осталась последняя тема. После целого ивента теория воскрешений Сатору, речь о надежде, что Годжо всё же выносит Сукуну без 10 теней. Что ж, давайте по полочкам снимем чешую с этой темы и разделаем на доске мольбы фанатов. Ведь после последних глав уже чётко ясно, почему у Годжо всё же нет шансов против полной версии Сукуны со всем оружием. И более того, как раз таки при 10 тенях шансы были увеличены, но и этот момент был проигран. Приятного вам просмотра. Для начала определим, что же пошло не так и откуда появились такие мысли про поражение Сукуны без теней. Всё двигалось к таковому суждению из-за выстроенной стратегии двуликовой и последующих спорных мувов. Играть именно от Махалы, чтобы побороть ошибку, которую создала Кутами. Речь о бесконечности Сатору Годжо и о создании мерной атаки против неё. Загвоздка была даже не в том, что Сукуна без мирового разреза не мог пробить её, а в том, что не мог себе позволить этого сделать, ведь не имел оружия и возможности добить Годжо после выключения его бесконечности и после раскрытия всех карт. Ему бы уж точно пришлось погибнуть в сражении с текущим поколением шаманов, что и подмечал Хакари во время стрима. Патовая ситуация для Рёмена. Нужно было выжать из техники сосуда всё, при этом обойдя бесконечность через двойную адаптацию генерала Махмуда. Мастерски используя доступные средства и оружие, которое приметил с самого начала, обыгрывая своего противника в стратегии на протяжении всего сюжета. Ну и явное отсутствие мотивации после смерти Годжо также негативно сказалось на восприятие Двуликова, что уж намить. На фоне этого показывался и Сатору, в свою очередь явно доминирующий в ближнем бою и в тотальном лейтгейме благодаря шести глазам, и бонусом благодаря самому сильному эффекту гарантированного попадания необъятной пустоте. Набор, мягко говоря, впечатляющий, поэтому я и называю Сатору ошибкой Гагакутами, и судя по его решениям и реакциям, он сам это понимал. Но что же такое Сукуна? Каков его характер и почему после победы над Годжо мы начали сомневаться в нём и произносить фразы «А действительно ли Рёман был так силён?»? Я отсылаю нас к многочисленным моментам, где его мутузили персонажи и рядом не стоящие с белобрысым сэнсеем. И пояснялось всё простым «Ну, у них теперь усиление проклятой энергии хорошей, а этого в принципе и достаточно». Двуликий же – человек настроения и сражения. Что я имею в виду? Урайомы рассказала, уровень испускаемой им проклятой энергии никак не сигнализирует о её остатке или эффективности, а лишь показывает настроение, которое испытывает её хозяин. Иначе говоря, все бои после Сатору Сукуна позволял текущему поколению делать то, что им вздумается. Действительно, с любовью отвечая на действия молодняка и более того, позволяя исполнить стратегию, которую они задумали. Ни капли не сопротивляясь ей, не нарушая планы культистов. Кашима, нужна труформа, чтобы справиться со мной? Валяй! Время тянуть не буду, закончу с тобой, пока ты сам не помер. Вам нужен меч палача, чтобы убить меня? Я не стану выдумывать оправдания через Махалу Мегуми и позволю вам получить этот меч. Вам нужно вдарить по мне лестницей Якова, я вытерплю весь урон. Бейте, но и удар держите. Хотите пронзить моё сердце вместе с душой? Пожалуйста, я приму любой дебаф и продолжу бой, заставляя биться его с помощью проктой энергии, а душу буду поддерживать с ОПТшкой, не переживайте. Сукуна на протяжении всей битвы не пытался добить шаманов. Ни Хигуруму, ни Чоса или Юту, Маки, Кусакабе. Доводил их до критической точки и переключался на других, полностью понимая, что всех забирает Уй-Уй для лечения от Иери. Всё это говорит о том, что Сукуна – человек настроения и сражения, доказательство этому – показатель чёрных вспышек. Чёрная молния – та самая техника, которую специально применить не получится, это стечение обстоятельств, которые не подвластны даже шестик глазам. Но главное требование Чернухи – стопроцентное выкладывание в бою, как физическое, так и ментальное. Полная заинтересованность в битве и противнике, лишь когда ты весь отдаёшься сражению, твой лимит в 100% будет перебить чёрной молнией и в награду ты получаешь 120% своих сил. Теперь вопрос. Сколько чёрных молний выдал Сатору Годжо в сражении с Двуликим? Четыре. Четыре вспышки, бафающих Шестиглазого одна к другой, раз за разом разгоняющих его. Это и был показатель, о котором он сам говорил. Я отдал Сукуне всё, что у меня было. И всё, чему я научился и придумал только что. А теперь второй вопрос. Сколько чёрных молний показал Сукуна в сражении с Сатору? Ноль. Ни одной чёрной вспышки. Вот вам и показатель настроения и желания. Он не выкладывался на полную, он не давал прочувствовать Годжо весь свой арсенал, не вкладывал в битву всего себя. Не задумываясь о последствиях, на что и указывал сам Белобрысый, цитирую. Он не выложился на полную. Он пиздец какой мощный! Я не победил бы даже если бы и десяти теней не было. Я думал, что пойму его одиночество, ведь самый сильный равно самый одинокий. Но нет. Да и сам Сукуна понимал, что он не может выкладываться на 100%, ведь за Годжо придут его ученики. Нужно сохранить силы и для них. Резюмируя, уже можно сказать, Сукуна имел не полную форму, а лишь довольствовался оружием, которое приметил. Не показал ни одной чёрной молнии, а это уже показатель того, что он не выкладывается на все 100%. И при всём при этом, получил признание в победе от оппонента. Ведь тот осознавал всё лучше, чем кто-либо ещё. Теперь же анатомия, позволяющая выигрывать всё сражение в ближнем бою. Как я и сказал в начале, победа в рукопашке была за Сатору, и почти на всех фреймах Сукуна выступал бойцовской грушей. Связано это, конечно же, со своим привычным телом. Двуликий был рождён таковым, и на протяжении жизни он ориентируется на то, чего нет у обычного человека. Наличие полностью функционирующих двух ртов и четырёх рук давало невообразимый баф для рукопашного боя один на один. Удары, блоки, захваты, броски, контратаки – всё это было бы за Сукуной. Ведь помимо большего количества рун, было бы и меньше усталости. Не зря Акутами подчеркнул этот момент. Второй рот позволял не только петь песнопение, постоянно бафая себя и все свои техники, но и не нагружал сердце и лёгкие. То есть весь функционал такого странного организма был сохранён. Плюсом ко всему этому выступал и баф всей физухи, ведь разовая и спускаемая мощность прогритой энергии у Сукуны больше, благодаря объёмам, которые превосходят объёмы Юты. А тот, в свою очередь, имел ПЭ больше, чем у Годжо. Это важная ремарка. Йоман в Тру Форме – неудержимая машина для убийств в ближнем бою и сражении один на один. Подчёркиваю этот момент – один на один. Но Тру Форма – это не только привычная анатомия, но и оружие. Речь идёт о Камутоке и Тришуле, или же о Трезубцехе Тен. Для тех, кто в танке или не следит за роликами, я напомню, что это за оружие и почему они такие важные для Сукуны, как в символичном, так и в прямом смысле. Для тех, кто знает, перематывайте на две минуты вперёд. Начну с моего любимчика Сукуны. Его Тришула, или же Трезубец Шивы – оружие, которое уничтожает три мира. Физический – мир предков, представляющий культуру, извлечённую из прошлого, и мир ума, представляющий процессы восприятия и действия. Крайне подходящее оружие для Рёмына, ведь его мировоззрение как раз-таки это и отражает. Отрицание физического мира, старых времён и конфликт, или же нравоучение миру новому через живущих в нём шаманов. Что интересно, в некоторых мифах Тришула была создана из тепла или огня. Также упоминается, что оружие была создана из материи солнца. Опять-таки вяжется с Сукуной, его стрелой Ашуры. Так же, как и с татуировкой на лбу. Но при чём тут она? В человеческом теле Тришула представляет собой место, где встречаются три энергетических канала, а именно у бровей, где у Рёмына и изображён Трезубец или его подобие. Как говорится, не бака фича. Но не только этот инструмент был у Сукуны, вдобавок к нему мы добавим Камутока. Если Тришула был Трезубцем Шивы, то тут отсылка идёт на Индру, в некоторых вариациях к Богу Грома. Так и есть. Камутока именно Громовое оружие, как и то, что было до особого класса. Способное полностью заменить врождённую технику. Сделано оно было с помощью Йородзу. Стоит отметить, что она сделала копию оригинального Громовержца ценой своей жизни. My Reference. Таким образом, мы получаем буквально ещё две проклятые техники, которые дополняют основную врождёнку. Разрезы. Но на что же был способен Сукуна, имея тру форму и своё оружие? Перечисляю список АЧИ в эпохе Хэйян. Уничтожил отряд Небесных Тел Северных Фудзивара. Это самая доминирующая семья того времени, от которой впоследствии пошёл клан Зенин. Разыбал пять полководцев пустоты, это пять лучших военачальников. Послал нахер элиту клана Абе, в котором состоял Ангел с его лестницей Якова. Вместе с кланом Абе отправил в Нирвану и лаково-чёрный отряд Сугавары, которые были дальними предками Сатору и Юты. Иначе говоря, дедушка Сукуна долгил предков текущих персонажей ещё под 40 лет назад. А Чивна очень, ибо делалось всё это не поочерёдно, а одновременно. Один против всех. Теперь собираем весь образ и арсенал. Сукуна это существо с исключительной анатомией, огромным объёмом проката энергии, с бесконечной выносливостью, всегда свободными руками и дополнительным ртом. То есть с бесконечной возможностью бафать любую свою технику прямо во время обмена ударами. Имеющая РТ, одолевающая по эффективности любое, и в частности дающая паритет РТ Сатору, у которого не будет шанса взять доминацию у Тру Формы. Родные разрезы, бесконечные молнии с комутокорези, с которыми есть лишь у Кашема и у Нуэ, Хитен, воплощающий в себе огненные техники, а это и стрела Ашуры по чистому урону, не уступающая фиолетовому. И конечно же Фука, с неизвестными техниками до сих пор. Одного этого списка достаточно, чтобы послать нахуй любую Годжо, блять, ведь всё сражение закончится в первом расширении территории. Моделируем ситуацию. Битва начинается сразу же с РТ, ибо в рукопашке размен не выйдет, ни те кондиции у Сукуны на этот раз, чтобы Сатору хоть как-то нанёс существенный урон по нему. Да и кампании, которая во-первых бафнет выброс проклятой энергии и скроет каст до вылета 200% фиолетового, не будет. Как и времени для исполнения техники пустоты с чтением заклинания и созданием жестов. Хотя и в прошлый раз этот крысиный мув не помог, и урон был впитан достойно. Так вот, кастуется РТ, в ответ кастуется РТ Сукуны, занимая одну пару рук. Происходит то же самое, что и в первый раз, РТ без барьера ломает барьерные от внешней стороны, позволяя эффекту гарантированного попадания пройти, ведь он отключает бесконечность. Ещё раз для девочек и маленьких мальчиков, если одно РТ выигрывает другое, то бесконечности любые защитные техники выключаются, позволяя пройти эффекту гарантии, заложенному в территорию пользователя. И в этот самый момент, когда победа в сражении РТ за Сукуны, как и в первый раз и во второй раз в оригинальном сценарии, Рёмен делает один взмах Камутоке, молнией пронизывая Сатору, не давая кастануть телепорт, и добивает Хитэдом по принципу той же стрелы, как было с Махалой, когда генерал резал эффект гарантийки, заложенной в РТ, а Сукуна спокойно кастовал стрелу. В дупле ли происходящее? РТ разрушена, разрезы идут, молнии бьют, огонь жарит, и ко всему этому выступает всегда активная печать Энматена, чтобы мощность разреза не падала, и всё это подгрёбанный шансон со второго рта Сукуны. Ни простая территория, ни эмоция падающего цветка не обеспечат стамину, позволяющую выжить в потоке таких атак. Это невозможно, и что бы там ни сказали неадекватные фанатики Белой Глисты, смело шлить их нахуй, сумасшедшим объяснять нечего. Тут нет речи даже о том, что когда дело дойдёт до третьего или пятого РТ, всё будет иначе и так далее, ибо нет второго сценария, вся битва заканчивается сразу же. А говорить про Рёмана, который в свежем состоянии выдаёт чёрную молнию и потом дерётся с кем-то, это вообще фэнтезийные романы или же хентай-манга, где один двумя своими проклятыми предметами долбит второго. Бонусом также выступает реализация влажной мечты Годжо Бледей. Моделируем ситуацию. Сатуру воскресает. Его возвращают к жизни явно путём какого-то дебафа или условия. Он поднимается, идёт в бой и отлетает от мирового разреза сразу же. Ну идиотизм же блять. Ещё многие пишут рофлы в стиле «Ооо, покажу технику с эпохи Хэйян, которую забыл». Якобы намекая на рояльность, только вот Сукуна за всё сражение не показал ни одной техники с эпохи Хэйян. Ведь разрез был создан здесь и сейчас. Это была долгосрочная стратегия с примечанием Мегуми в начале манги. Но нет же. То, что Сатору юзал ОПТ в простой территории, использовал ОПТ для регены РТ, юзал клонов, блять, кастовал 8 синих одновременно или создавал отдельный синий, остающийся в пространстве на долгое время для соединения с красным. Это всё не рояль, блять. Это всё потуги. Давайте Сукуна разрез в пространстве оставит и назовём это фишкой. Не понимаю я такого передроченного персонажа, который и так проиграл. Который и так признал, что проиграл. И более того, нам показали, почему бы проиграл, демонстрируя характер и способности Сукуны. На этом и закончим. Можете брызгать слюной в комментах, будет хорошей смазкой, чтобы всунуть вам по самые гланды. Помните, победа будет за нами. Спасибо и пока-пока. Чумба. За поддержку канала на бусте и отсутствие рекламы на канале, спасибо Гранту, Лансьюе, Джин, Аргосу, Меску, Топтера и Серенайту.